Привет, ребята, я Кевин. Вы можете знать меня как звукорежиссёровки на школе RocketJump. Но я ещё и делал раскадровки для некоторых наших проектов. И сегодня я покажу вам основы раскадровки. Раскадровка. Раскадровка — это картинки, представляющие кадры, которые и составят ваш фильм. Они позволяют вам создать мир вашего фильма до, собственно, его реального создания. Не существует каких-то строгих правил для раскадровки. Главное тут донести информацию. Раскадровка — это технический документ, инструмент, поэтому неважно, имеете вы навык иллюстратора или нет. Это может работать так же хорошо, как и это. Даже если у вас проблема с перспективой или вы не можете рисовать лица, вы сможете сообщить, какой кадр и композиция вам нужны. Кто занимается раскадровкой. Обычно режиссёр садится с раскадровщиком, чтобы сформулировать своё видение. Но нередко кинематографисты и дизайнеры тоже участвуют в процессе. В RocketJump я обычно делал с режиссёром грубые наброски, содержащие самое важное в каждом кадре. А уже потом я сам наполнял кадр деталями. А после этого мы уже смотрели с режиссёром, всё ли работает. И потом обсуждали это со всей группой. Разбор раскадровки. Давайте разберём, из чего состоит раскадровка. Рамка или кадр. Прямоугольник, показывающий, что видит камера. Рамки могут иметь самую разную форму. Выберите ту, которая соответствует и вашему соотношению сторон. Квадратная, широкоэкранная, совсем широкоэкранная. Когда люди в кадре очень маленькие, это широкоугольный установочный план. Большая голова, занимающая половину рамки. Это крупный план. Решение, где расположить людей в кадре, влияет на основу композиции кадра. Может показаться, что тут нет ничего особенного, но это повлияет на то, как вы будете готовиться к съёмке. Эти картинки дают вам точку отсчёта, как то угол камеры, освещение, глубина резкости. Все эти решения могут быть приняты на основе раскадровки. Это также позволит понять, какие локации вам потребуются. Правда ли вам нужна бездонная пропасть? Или вы обойдётесь широким планом и визуальным эффектом? А остальное покажете на более крупных планах. Стрелки. Окей, давайте поговорим о стрелках. Теперь, когда у вас есть кадр с героями, скажем, герой движется влево. Нарисовав стрелку, показывающую влево, мы показываем, что герой или дверь, или динозавр, движется. Нет никаких правил рисования стрелок. И у каждого свой стиль. Важно, чтобы стрелки легко читались и имели смысл. Вот и несколько примеров стрелок. Стрелки, где герой двигается по направлению к камере. Стрелки для удаляющихся героев. Это стрелка для наклоняющегося героя. А тут голова персонажа падает вниз. Стрелки в пределах рамки обычно означают, что это объект движется в кадре. А стрелки за пределами рамки означают уже движение камеры. Вот здесь раптор бросается вправо, а камера панорамирует влево. Движение камеры. Теперь поговорим о движении камеры. Такие стрелки также достаточно стандартизированы. Давайте посмотрим, как показываются некоторые стандартные движения камеры. Движение тележки обычно показано одной стрелкой, часто сужающейся, чтобы показать движение в 3D-пространстве. И движение тележки и зуммирование могут быть показаны стрелками в углах рамки. Эти показывают расширение угла, а эти — сужение перспективы. Вы можете прямо на кадре показать, насколько наезжает тележка или зум. Самое главное — передать информацию. Поэтому лучше объяснить лишний раз, чем запутать. Горизонтальную панораму часто показывают стрелкой по всей стороне рамки, либо направленной влево, либо вправо. Вертикальное панорамирование показывается по тому же принципу. Только стрелки будут вверху или внизу. Вы также можете расширить рамку, чтобы поместить весь кадр на одном рисунке. Так как это может быть немного непонятно, вполне нормально делать пометки, следит ли камера или подъезжает на тележке или зумирует. Потому что одинаковые стрелки часто используются и для одного, и для другого. Вы можете делать отметки рядом с рамкой или на самой стрелке. Иногда для иллюстрации одного кадра нужно несколько рисунков. Особенно для очень сложного действия или перемещения камеры. Когда у вас есть рамки с углом камеры, композицией, движением на экране и самой камеры, и вы комбинируете их в последовательность, то получаете основу фильма. Раскадровка особенно полезна для подготовки сцен, требующих применения нескольких техник-эффектов. Для этой сцены из бросателя грузовиков против нокаутера автобусов мы используем раскадровку, чтобы решить, где будут каскадеры, где практичнее спецэффект на площадке, где будет зеленый фон, а где компьютерная графика, в зависимости от того, какое именно действие должно происходить в каждой сцене. Такие сцены невозможно снять без предварительного планирования за имеющееся, как правило, ограниченное время. Обычно раскадровку делают на основе законченного сценария. Но если ваша история предельно визуальна, раскадровка сама может быть сценарием. Например, «Безумный Макс. Дорога ярости». Так как фильм очень визуален, более эффективно было его планировать с картинками, чем с напечатанным текстом. Это, конечно, крайний случай, но это актуально для подготовки всех визуально сложных сцен. Альтернативы раскадровки Есть также множество альтернатив раскадровки. Стэнли Кубрик использовал реальные фото отобранных локаций, чтобы построить композицию. Также известно, что режиссеры, адаптирующие комиксы и графические романы, часто используют оригиналы в качестве раскадровки для конечного фильма. Вы можете сделать из ваших секвенций аниматики на своём ПК и получить движение и хронометраж. Можно также снять предварительные кадры на камеру, что очень помогает в сложных постановках действия. Предварительная визуализация и финальная. Вам не нужны реальная площадка, костюмы или магический спайдербайк, чтобы протестировать свои идеи. В оригинальных «Звёздных войнах» Джордж Лукас использовал две реальные документальные съёмки времён Второй мировой войны для предвизуализации космических сражений. Также была использована и анимация для разработки сложных эпизодов. В Юрском парке использовали покадровую анимацию для предвизуализации динозавра. Когда решение об использовании графики было принято, уже были известны все детали и какие движения должен совершать смоделированный динозавр. К тому времени, когда Питер Джексон снимал трилогию «Колец», цифровые технологии уже были способны дать захват движения в эпизоде с пещерным троллем и отображать движение камеры в 3D-пространстве для предвизуализации всей сцены на виртуальной площадке. Нет единого универсального правила, как делать. Главная цель — планирование и ясное донесение информации. И какой бы инструмент не оказался самым полезным для подготовки и донесения вашего видения, используйте его. Это окупится и поможет вам снять фильм как можно лучше. Если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться собственными раскадровками, посетите наши форумы. И увидимся в следующий раз, ребята. Надеюсь, было не скучно. Перевел и озвучил Сергей Афонин. Продолжение следует... Продолжение следует...